Господу нужно поклоняться, предлагая ему чистую воду, гирлянды из свежих цветов, фрукты, цветы и овощи, растущие в лесу, или же собирая свежую траву, бутоны цветов и даже кору деревьев. При возможности Верховному Господу следует предлагать также листья туласи, которые очень дороги ему. Комментарий. В этом стихе подчеркивается, что Верховный Господь очень любит листья туласи, поэтому преданные должны позаботиться о том, чтобы в каждом храме и центре, где установлены божества, были листья туласи. Когда я начал проповедовать философию сознания Кришны в странах Запада, к своему великому огорчению я узнал, что на Западе невозможно достать листья туласи. Поэтому я очень благодарен моей ученице Шримати Гавинди Даси, которая взяла на себя труд вырастить туласи из семян и по милости Кришны преуспела в этом. Теперь туласи растут почти во всех центрах нашего движения. Листья туласи незаменимы при поклонении Верховной Личности Бога. Слово «салилай», употребленное в этом стихе, означает «водой». Разумеется, Друва Махарадж поклонялся Господу на берегу Емуны. Воды Емуны и Ганги священны, поэтому некоторые преданные в Индии настаивают на том, что при поклонении Божества можно использовать только воду Ганги и Емуны. Однако здесь ясно сказано «де шакало», что значит «соответствие со временем и местом». В западных странах нет ни Емуны, ни Ганги, поэтому там нет возможности достать воду этих священных рек. Значит ли это, что мы должны прекратить поклоняться Арчи, Божеству? Нет. Слово «салилай» означает любую воду, которая доступна в данной местности, при условии, что эта вода чистая и неоскверненная. Такую воду можно использовать при поклонении Божеству. Остальные атрибуты поклонения, такие как гирлянды, фрукты и овощи, могут отличаться в зависимости от места и обстоятельств. Чтобы удовлетворить Господа, необходимо предлагать Ему листья туласи, поэтому, если это возможно, нужно выращивать туласи. Нарада Муни посоветовал Друве Махараджи поклоняться Господу, предлагая Ему лесные плоды и цветы. Бхагавадгите Кришна тоже говорит, что принимает только овощи, фрукты, цветы и тому подобное. Господу Васу Деве не следует предлагать ничего, кроме того, что рекомендует здесь великий преданный Иачарья Нарада Муни. Божеству нельзя предлагать все, что нам заблагорассудится. И поскольку фрукты и овощи доступны в любом уголке мира, мы должны стараться следовать этому несложному правилу. Перевод следующего текста 56-го. Очень важно, чтобы преданный не только медитировал в уме на образ Господа. Повторяя мантру, полученную от Духовного Учителя, но и поклонялся в форме Господа. Преданный ни в коем случае не должен пренебрегать поклонением Божеству. Имперсоналисты без всякой необходимости осложняют себе жизнь, медитируя на безличный браман и поклоняясь ему. Путь, к которым они идут, очень опасен. Нарада Муни не советует здесь пользоваться этим методом медитации или поклоняться Господу. Он рекомендует Друве Махараджу поклоняться глиняному мурте Господа. Если человек, живущий в джунглях, лишен возможности приобрести изваяние Господа, сделанное из металла, дерева или камня, то самое лучшее – это слепить мурте Господа из земли, смешав его с водой, и поклоняться ему в этой форме. Преданный не должен стремиться во что бы то ни стало готовить для Божества изысканные блюда, достаточно, если он будет предлагать Господу фрукты и овощи, которые растут в лесу или продаются в городе. Сам он тоже должен довольствоваться такой пищей. Он не должен привязываться ко вкусной пище. Разумеется, когда это возможно, человек должен предлагать Божествам изысканные блюда из фруктов и овощей, и самые лучшие свежие фрукты и овощи. Главное, чтобы преданный был умерен в пище. Митапхук – это одно из отличительных качеств преданного. Настоящий преданный никогда не стремится удовлетворять свой язык каким-либо определенным видом пищи, а довольствуется тем просадом, который посылает ему Господь. Еще раз переводы текстов, 55-56. Господу нужно поклоняться, предлагая ему чистую воду, гирлянды из свежих цветов, фрукты, цветы и овощи, растущие в лесу, или же собирая свежую траву, бутоны цветов и даже кору деревьев. При возможности Верховному Господу следует предлагать также листья тулоси, которые очень дороги ему. Форму Господа можно сделать из материальных компонентов – земли, воды, красок, дерева или металла. Тот, кто поклоняется в лесу, может сделать форму Господа только из земли и воды, и поклоняться Господу, следуя описанным выше правилам. Преданный, полностью овладевший собой, должен всегда сохранять невозмутимость и спокойствие, и довольствоваться только теми фруктами и овощами, которые можно найти в лесу. Так, здесь Нарада Муни продолжает давать наставления Друве Махараджу. Когда отец отверг своего сына Друве Махараджу. Друве Махараджу хотел сесть на колени своему отцу, но не смог это сделать, потому что там усидел его сводный брат. И он чувствовал себя огорченным, оскорбленным. Он родился в семье кшатриев. И он ожидал, что унаследует царство своего отца. И чувствуя, что его таким образом отвергли, он был очень-очень обижен. И Суручи, его мачеха, она тоже очень грубо, сурово к нему обратилась. How do you say stepmother in Russian? Мачеха же, да? Мачеха. 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 So she... And stepbrother, how do you say? Сводный брат. Сводный брат. Сводный. Сводный. And мачеха. Yes. Сводный брат. Мачеха. So she said, you know, the only way you can sit on your father's lap or inherit the kingdom is that, you know, you take birth from my womb in the next life. Она сказала ему, единственный способ, как ты сможешь получить царство своего отца или сидеть у него на коленях, на коленях, это только если ты родишься следующей жизнью из моего чрева. И это было что-то очень жестокое, грубое, что можно сказать маленькому ребенку. Хотя она сказала, для того, чтобы тебе этого достичь, тебе нужно будет поклоняться Верховному Господу. И это хорошее наставление любому человеку при любых обстоятельствах. Неважно, полон человек материальных желаний или свободен от лиха, или он желает материального освобождения. Если он обладает широким разумом, он должен поклоняться Верховному Господу. Несмотря на то, что она достаточно грубо обратилась к нему, заговорила с Ним, все равно она упомянула о том, что ему стоит поклоняться Господу. И расстроившись, он, плача, побежал к своей собственной матери, Сунити. Она ответила ему, ну что я могу поделать, я не любимица твоего отца. Ну так или иначе, это правда, то, что она сказала, тебе стоит поклоняться Верховному Господу. И тогда он задался вопросом, где я могу встретить, увидеть Верховного Господа. И она ответила ему, ну я не квалифицированно тебе ответить на этот вопрос, посоветовать тебе. Но я слышала, что вот в лесу есть мудрецы, и иногда они видят Господа. И сразу же Друва захотел отправиться в этот лес. И вот именно в тот момент Нарад Муни проявился. И он появился и сказал ему, ты слишком молод отправляться в лес, оставайся дома со своей матерью. Но Друва Махарадж был очень решителен. И Нарад Муни, он был восхищен вот этим качеством Друвы, качеством Кшатрии, вот этой решимостью. И вот несмотря на то, что Друве Махараджу было всего лишь пять лет, все равно Нарад Муни дал ему необходимые наставления, которые мы слышим сейчас. И вчера на Бхагаватам вы бы узнали о том, что он дал ему мантру, Ом намо Бхагавате Васудевая. Это двенадцатисложная мантра, предназначенная для поклонения Господу Кришне. Мы также тоже воспеваем эту мантру во время лекций. Мы обычно три раза ее повторяем перед лекцией по Шримад Бхагаватам. Но ему рекомендовали повторять ее постоянно, регулярно. И вот в 53-м тексте говорилось, «Тот, кто сосредоточенно повторяет эту мантру в течение семи ночей, сможет увидеть совершенных людей, царящих, парящих в небе». Очень могущественная мантра. Конечно же, нужно очень совершенным образом воспевать, чтобы достичь этого. Такие личности, как Нарада, Муни, Друва, Махарадж, они находились на очень высоком уровне. И они были способны увидеть такие вещи. Это достаточно возвышенные достижения йогические. Но даже мы, если мы не способны воспевать таким совершенным образом, мы должны продолжать. Но наша мантра, которую нам стоит воспевать, это Харе Кришна Махамантра, которую дают нам наши авторитеты в нашей Парампаре. Но все равно, эта мантра, Омнамо Бхагавате Васудеева, считается не отличной от мантры Харе Кришна. Это тоже трансцендентные имена Верховного Господа. Эти вот Богаван, Васудеев, это имена Господа. Есть два типа имен, это первичные и вторичные. Вторичные имена, это такие общие имена, которые указывают на величие Господа. Например, Богаван, тот, кто обладает всеми достояниями. Ишвара, Парамышвара, то есть контролирующий, главный контролирующий. А первичные, главные имена, это имена, которые больше имеют отношение к каким-то конкретным играм Господа. Вот такие вот имена. Эти имена, они указывают на определенные отношения Господа с Его преданными. Васудеев указывает на то, что Он сын Васудеевы. Первое А длинное, Васудеев, это Кришна. Сын Васудеевы. Ну, то есть мы на английском, на русском не так много различий проводим между вот этими длинными слогами и короткими. Но в санскрите вот именно это создает большую разницу. То есть Васудеев, это главное имя, Бхагаван, это вторичное имя, но так или иначе то и то это имена Господа. А имена Господа, они не отличны от самого Господа. И воспевая очень аккуратно, внимательно эти имена Господа, человек приглашает Господа в свое сердце, в свое сознание. Прабхупад сравнивал ум с крепостью. И он говорил, что если человек хочет защищать свою крепость от врагов, ему нужен хороший генерал. И он говорил, что нужно пригласить Кришну в свою крепость, в крепость своего ума, чтобы воспевать святые имена. И таким образом враг Майя не сможет захватить наше сознание, наш ум, вот эту крепость. То есть постоянно держать Майю за пределами нашего сознания. И так как мы вчера немного уже говорили о том, что природа души активна, душа она полна энергии. И вот именно из-за этого мы должны занимать постоянно свой ум, свою речь, свое тело. Например, имперсоналисты, они принимают тот факт, признают, что мы являемся духовной душой, что мы душа, и что мы запутались, застряли в этом материальном мире. И из-за своей деятельности в этом мире мы создаем карму и страдаем. И они говорят, что решением проблемы является прекращение какой-либо деятельности полностью. Перестать думать, перестать говорить, перестать действовать. Но Шилапарупада говорил, что это будет неэффективно. И он приводил пример, немного необычный пример. Он приводит пример, если у вас есть стакан с чернилами, и атмосфера окружения тоже все в чернилах. Ну, то есть, или можно сказать, то есть, все тоже грязное вокруг. То есть, если вы вылите из этого стакана чернила и просто оставите его пустым, со временем он опять наполнится этими чернилами, потому что вокруг везде все в чернилах. Но если вы вылетите чернила и, насколько я понимаю, помоете этот стакан внутри, а потом туда нальете молоко, уже потом чернила туда не смогут попасть. Несмотря на то, что атмосфера, она грязная, вся в чернилах, если этот стакан мытый на лишнего молоко, оно там останется, и молоко это очень чистое вещество. Слышали такой пример? Да? Слышал? Да, да, да. Да? Может быть, в книгах я не помню точно. Да, Слышал Прабхупада точно приводил этот пример, не помню точно где, но в книгах, в лекциях говорит. Так что, в таком случае, мы в этом мире материальном мире, и мы переживаем эффекты кармы, и так или иначе, мы все находимся в материальном мире, и мы страдаем из-за своей деятельности, из-за своей кармы. Если мы думаем, что просто прекратим деятельность и перестанем страдать, нет, нет, это так не сработает. Потому что влияние мира окружающего на нас, оно будет нас вынуждать действовать. Ну, иногда говорят, что люди, они, то есть, как социальные животные. То есть, мы социальны по своей природе, и мы постоянно нуждаемся в отношениях. Жить в уединении очень-очень тяжело. Обычно самое суровое наказание, допустим, в тюрьме, для узников, это поместить их в камеру, в отдельную камеру. Иногда люди даже от этого с ума сходят, потому что нет общения. Конечно же, великие личности, садху, святые, они могли жить в уединении, потому что у них были уже глубокие развитые отношения с Господом. Но обычно все равно, даже если такие садху жили в уединении, они периодически встречались друг с другом и общались с такими же садху, общались в сознании Кришны. Например, Харидас Такур является таким примером. Он постоянно воспевал святые имена и жил в уединенных местах, в каких-то пещерах, например. Но все же есть примеры, как он общался с другими. Он общался с Адвайда Ачарьей, у них были достаточно близкие отношения. Вместе они молились о том, чтобы Господь явился. И когда Адвайда Ачарья проводил церемонию Шрадхи, первый Махапрасад он дал именно Харидас Такуру, хотя считается, что первый Махапрасад нужно дать наивысшему сословию, то есть Браманам. То есть, это значит, что в тот момент Харидас Такур там находился, это указывает на то, что он общался с Адвайдой Ачарьей, с другими. Однажды он жил в пещере на берегу Ганги, и в этой пещере также жила змея. Она не мешала Харидас Такуру, но некоторые люди, они приходили на Даршан к нему, и они боялись этой змеи. И сверхдуша, которая находилась в этой змеи, она как бы дала инопутствие, посоветовала уйти из этой пещеры. То есть, она это сделала, чтобы эти люди, которые приходили, они могли попасть в пещеру и получить Даршан Харидас Такура. Это значит, что он принимал людей, давал свой Даршан, проповедовал. Есть история в Читане Чаритамрите, где описывается, как он был приглашен в дом Магавардхана и Хираньи Маджумдар. Кто они? Кто они были такие? Они были преданы. Да, это правда, они были преданы, но их не считали очень чистыми преданными. Кто они были? Да, это был отец и дядя Рагунадхи Даса Госвами. Они были землевладельцами, очень состоятельными. Однажды Господь Читания сказал Рагунадхи Даса Госвами, что знаешь, твой отец и дядя, они материалистичные люди, они запутались в материальной жизни. И вот эта вот материальная жизнь, запутанность в материальной жизни сравнима с такой ямой, в которую люди испражняются. То есть, они были преданными, но все равно Господь Читания мог их критиковать таким образом. И, конечно же, Рагунадх, он не хотел оставаться дома, он хотел оставаться дома. Он хотел покинуть такую ситуацию. Его отец и мать хотели устроить замечательный брак для него, чтобы он женился на красивой, квалифицированной девушке. Он был их единственным сыном. И они хотели, чтобы он остался с ними и заботился о семье, об их имуществе. Но ему это все было неинтересно. И у них даже были охранники, которые конкретно следили за тем, чтобы он не ушел. Пару раз он пытался сбежать, но они возвращали его. Но в конце концов он нашел возможность и убежал в Джаганадхапури. И Господь Читания поместил его под заботу Сварупа Дамодара. Так что, даже если его отец и дядя были преданными, они были слишком сильно завязаны в материальной деятельности. Но все равно эти люди, они организовывали встречи для преданных, создавали такие встречи, возможности слушать Бхагавата Катху. И они, я думаю, что они пригласили однажды Харидас Такура. Может, даже не раз они его приглашали, но в Читании Чиритамрити описывается один конкретный случай, когда они его позвали, чтобы он там дал лекцию на тему святого имени, воспевания святого имени. И в той лекции Харидас Такур сказал, что воспевание святых имен настолько могущественно, что даже воспевание на уровне Намабхаз, что является очистительным уровнем, дарует освобождение. И один кастовый браман, он бросил ему вызов. И его звали Гопал Чакраварти. Он сказал, что это просто утверждение какого-то сентиментального преданного. На самом деле, для того, чтобы достичь освобождения, необходимо множество жизней и полных аскезы. И он сказал ему, что если кто-то не может достичь освобождения при помощи воспевания Намабхаза, я отрежу тебе нос. И Харидас Такур ответил, что это таковы утверждения священных писаний. И он сказал, что если это не правда, я сам себе отрежу свой нос. И из-за этого создалось большое волнение, собравшись лично. Среди тех, кто там собрался, и все начали критиковать этого Гопала Чакраварти. И как ты можешь так разговаривать с Харидас Такуром? Маджумдары, они как бы сняли его с его поста, сказали, все, ты свободен, можешь уходить. Но Харидас Такур сказал, что не беспокойтесь, что нормально, это авторитетное утверждение. Но спустя какое-то время Гопала Чакраварти, он заболел проказы, у него отвалился нос, у него были красивые длинные пальцы, они тоже отвалились. Это произошло из-за того, что он оскорбил такого возвышенного преданного. То есть мы видим, что Харидас Такур в своей жизни, он давал свое общение, давал лекции, давал даршаны, общался с преданными. В Джаганадхапури он жил с Анатаной Госвами. Несмотря на то, что он постоянно воспевал святые имена, был такой личностью, это не значит, что он всегда жил в уединении. Рекомендуется, чтобы мы продолжали сохранять хорошее общение. Это будет помогать нам защищаться от плохого общения, которое мы можем встретить на каждом шагу в материальном мире. И также мы должны заниматься благоприятным процессом, позитивным. А иначе вот это пагубное влияние в материальном мире будет тоже вынуждать нас действовать таким образом, который будет плохо влиять на нашу духовную жизнь. Таким образом, процесс бхакти – это позитивный, активный процесс, который включает в себя наши мысли, речь и поступки, которые мы занимаем в служении Кришне. Маччатамадгата прана, бодхайамтас параспарам, катайамтас чамамничам, тушанти чараманти чараманти чарам. Кришна говорит, что мысли моих преданных всегда находятся во мне, всегда обо них думая, они обо мне. И эти преданные, они всегда друг друга вдохновляют, с удушевлением рассказывают друг другу Кришна-катху. И таким образом, их мысли, речи, поступки всегда заняты в служении Кришне. И вот именно это значит всегда хранить, оставлять этот стакан полным молока. Таким образом, вот эти вот чернила, вот эта грязь материального мира и соприкосновения с ним не будет на нас влиять, мы сможем держаться в стороне от него. Или другой пример, вот крепости, таким образом мы сможем всегда защищать свой ум, наше сознание от нападений Майи. И здесь Нарада Муни дает детальное наставление Друве Махараджу, как следовать процессу Бхакти. И несмотря на то, что Друва маленький мальчик, и он отправляется в лес, что само по себе является опасным поступком. Все равно, если он будет продолжать следовать процессу Бхакти, Кришна поможет ему и будет его защищать. И мы видим, что Нарада Муни дает ему простые и практичные наставления. Сделай форму Господа из тех материалов, которые тебе доступны в лесу. То есть, земля, металл, или дерево, или просто взять землю и смешать с водой. И так же, он говорит, что нужно предлагать простые вещи Господу. Фрукты, овощи, коренья различные, которые можно найти в лесу. И так же, конкретно, он говорит о Тулусе. И вот это происходило в области Вриндавана, на берегу Ямуны. И там везде растут тулуси. Он был в лесу Мадхуван. Таким образом, он получил простые наставления, но очень могущественные. Которые помогли ему быть очень сознающим Кришну. И, конечно же, в сочетании с очень сильными аскезами. И благодаря которым невероятная сила была, накопилась в его теле. Просто, когда он наступал своим большим пальцем, касался своим большим пальцем Земли, полубоги на райских планетах, они чувствовали определенную вибрацию. И они молились Господу. Дорогой Господь, пожалуйста, проявись перед этим предным и успокой своего предного. И Господь это сделал. И коснулся Друва и Махараджа своей раковиной. И несмотря на то, что он, Друва, был маленьким мальчиком, это касание Господа уполномочило его произнести множество прекрасных, красивых молитв. И Господь спросил его, какое благословение ты хочешь? И тогда он поделился своей реализацией, что я искал разбитое стекло, но нашел истинное сокровище. Другими словами, он очень сильно жаждал царства, великого царства, что является материальным по своей природе, но получил что-то намного более возвышенное, это общение Господа. И единственное благословение, которое я сейчас хочу, это быть всегда занятым в служении Тебе. И Господь даровал ему это благословение, но сказал, ну, так или иначе, вот тебе и царство, которое ты хотел, и даровал ему целую планету. Но, конечно же, самое важное и великое, что он ему подарил, это чистую любовь к Богу. Кришна према, который является конечной целью в жизни человека. Когда Господь Чайтанья был в Удупе, у него состоялся разговор с одним из Ачарьев, Татвавадий. И он спросил его, какова цель жизни и как ее достичь? И Татвавадий Ачарья ответил, что цель жизни – это достичь одного из пяти типов освобождения. А какое средство для этого – это следовать Варнашу Мадхарме? И четыре из пяти типов освобождения, они, в принципе, связаны с предным служением, с тем, с общением с Господом в духовном мире. То есть, он говорил о том, чтобы отправиться на Вайкунтху. Но все же Господь Чайтанья ответил, ну, это неплохо. Но истинная цель человеческой жизни – это Кришна према, и достигается она при помощи поклонения Господу, при помощи следования процессу Саддана Бхакти. И вот именно этому Нарада Муни учит Друва Махараджа. И Друва Махарадж, по милости Господа Друва Махараджа, он достиг этого, достиг Кришна према. Спасибо большое. Какие-то комментарии или вопросы? Харай Крюшна. Скажите, пожалуйста, мантра «Омному Бхагавате Васудевая». Имя Васудева, что означает в этой мантре? Потому что есть несколько значений, как Вы сказали, Васудева – сын Васудевы. Есть еще Васудева – это Кришна без спутников. Что означает именно в этой мантре имя Васудева? Насколько я понимаю, в этой мантре это указывает на то, что Васудева – сын Васудева. Но, если есть какие-то другие значения, их тоже можно включить. Но, конкретно, Васудева указывает на то, что Он – сын Васудевы. Спасибо большое. Продолжение следует...